ребята вот срочное включение приехали домой сейчас вечером уже тут только позвонил он пошел кормить собачку упал на лапы и вот задыкается сейчас быстренько заехали к антон викторовичу в клинику показали ему видео он набрал шприцов и сказал вроде как приступ эпилепсии как у бархана ну тут еще весь весь горячий не полкин и голову куда-то вниз кирожки похоже блять на приступ а у него с малого с малых лет такая фигня была я живу да это и не про то столь этого нету градусника измерить температуру что-то не то расширенный ну поведение похоже как у бархана он тоже так же ночью от таблеточку не надо дать маш что сейчас хочешь сделать и забирать надо и ночью колоть под наблюдение сейчас приехали в клинику собачка на столе лежит измерили температуру 43 и 4 собака сгорает изнутри не могут понять что такое она переболела уже энтеритом энтерит победила уже укололи этот ну как вот вакцину от энтерита то есть все в порядке было чаще чего и почему пульсация вот возле ушей очень сильно идет непонятно чего как вообще из-за чего сейчас возможно еще сейчас начали колоть тоже что-то не считая маша сказала что уже укололи и возможно сейчас еще будут делать капельницу снимать как опять же начинается вот это нытье ребят давайте не будем да я говорю я только собачку буду снимать не надо вдруг мы в кадр попадем короче нытье вот я вышел сейчас вам рассказываю далее сейчас посмотрю чё как поделимся кровь черная прям вообще сейчас говорили немножко на съемку собаку заснять температура сейчас предварительный как сейчас взяли кровь на анализ то есть про диагноз чума или не чума поставят сразу как поговорил но спрашивал врача он говорит ни одно лекарство вообще то есть не не поднимает ни одно лекарство чуму не знаю сейчас будем держать кулачки сейчас еще покажет анализ будем смотреть дальше пока собаку накололи жаропонижающим еще гормоны какие-то вкололи еще что-то взяли кровь на анализ сейчас будем продолжим интерит победила ребят самое худшее подтвердилось собаки чуман случается укололи в приюте жаропонижающим сейчас здесь укололи жаропонижающим температуру только растет уже 43 8 подходит 44 врач даже сказала вот капли крови попала на пальцем говорит мне даже рука почувствовала говорит не знаю как мариоанна слезах сейчас разговаривает жене не знает что делать тут как бы блин как смотреть врач вообще никаких прогнозов не дает на то что собака можно вылечить выздороветь то есть мое как предложение помочь собаку отпустить с ли гуманным способом жалко но куда деваться как делать не знаю сейчас они решат все конечно зависит от них ничего не примут какое решение будем думать но еще ждем сейчас как подействует не подействует жаропонижающие еще следим за температурой пока но все ребят отпустили собаку всем показывать не буду все она засыпает потому что собака только мучается и потому что собака только мучается и тяжело и вообще вырастили все на этом кончилось мы отпустили малышку потому что температура не падает смысл животное нет тот диагноз который нам поставили я в него не верю у нас все таки привитое животное эти симптомы могут быть характерны для многих заболеваний но нам пришлось спит потому что это мучительно для животного и несмотря на уколы и на все на все манипуляции температура не опускалась только раз поэтому завтра будем консультироваться с врачами со своими уже решать что это было и что нам дальше делать забрали кота как только усыпили малышку не успели еще выйти мужчина принес кота на усыпление у него мочекаменная болезнь лечить дорого усыпить дешевле поэтому он решил его усыпить ну я спросила можно ли я заберу кота он мне сказал да это все мы есть корма премиум класса он даже не сказал какие корма именно какой марки он есть и мы вышли с котом на улицу он даже не подошел и больше ничего не сказал так просто расстаться с теми кому-то кого ты любишь тут несколько месяцев вообще на окна твоих глазах прошло ты уже просто любишь и дорожишь им а люди живут годами со своими питомцами и очень легко с ними расстаются как с вещи все ребята у меня пока больше нет слов всем спасибо и 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 сухими кормами сухими кормами премиум кормили а премиум какой кладку привычную смотрим телевизор громадный перерастянутый вот у него периодически приступы бывают возраст сколько? 2 или 3 года 2 или 3 года в таком кастрине вот он, кирпич он уже перерастянутый, он так и будет возникать это так и будет, это такая болезнь да жалко их всех? ну не морену красивую можно подавать, во-первых там же надо мочу сдать на соли какие да? сами будете лечить? берите, лечите, я не возражаю, лечите давайте, я не возражаю, лечите давайте напрямую, пошли